Ежегодно Японию накрывает огромный колпак рождественской иллюминации, которую японцы проводят по всей стране, и Хоккайдо в этом не является исключением. Традиция создания сезонных огней стартанула в Саппоро 12 декабря 1981 года. Тогда первая собравшаяся толпа людей на площади Одери с радостными возгласами «Включай!» увидели в ночных пейзажах парка 1048 засиявших лампочек, которые укрепили на одной из возведенных фигур. На тот момент даже однотонное освещение из белых огоньков превзошли все ожидания организаторов, потому что власти Хоккайдо имели амбициозные планы о круглогодичном расширении индустрии международного туризма на острове. И источник белого света положил начало нового зимнего туристического мероприятия, вскоре перешедшего в продолжение, что, собственно, и привело к истокам снежного фестиваля в Саппоро, который на данный момент известен как один из крупнейших фестивалей в стране и во всем мире. Мы замерзли и решили перевозить. Кум, Венесе и Кумар. Японцы любят всякие инсталляции. Такая вот лаунж-зона, где можно прийти, посидеть, выпить что-то горячего и кушать. Идея проведения мероприятия с использованием иллюминации в последнее время значительно расширилась и проводится по сей день, но уже с более грандиозным внедрением новых современных высокотехнологичных световых эффектов с музыкальным и звуковым сопровождением. В этом году белая иллюминация стартанула 20 ноября и продолжится до католического Рождества, то есть до 25 декабря. Кстати, Автономная Православная Церковь Японии праздник Рождества Христова отмечает тоже 25 декабря. При этом парк Одари, где завсегда проводятся световые шоу, разделяется на тематические зоны, каждая из которых переливается яркими красочными фигурами, состоящими из сотни тысяч разноцветных лампочек. А улицы с названием Экимаидори и Минамиичичодори сияют ровными линиями деревьев со светодиодными гирляндами. А, то есть здесь был фонтан, и они вот так вот красиво фонтан украсили. Классно. Интерактивный дизайн инсталляции, окруженный длинными дорожками мерцающих огней, является одним из самых ярких примеров светового искусства, тонко выражающий природную красоту Хоккайдо. А, это лабиринт. Это лабиринт, в котором можно походить и посниматься. В преддверии Рождества и Нового года многие люди стремятся разделить радость с близкими и родными, окунувшись в романтический мир красочных огней. Яркое освещение белой иллюминации парка Одари, как нельзя кстати, подходит для этого. Невероятные световые композиции привлекают к себе многочисленное внимание как любители селфи и видео, так и влюбленные парочки и семьи с детьми. Парковка пустая, абсолютно.